Когда я учился в школе, и мы изучали в старших классах электрические магнитные явления, я в какой-то момент совсем запутался, потому что в курсе физики встречалось несколько разных терминов, в которых содержалось одно и то же слово индукция. Явление электростатической индукции, явление электромагнитной индукции, а в главе магнитное поле речь шла о векторе магнитной индукции и о силовых линиях магнитной индукции, а еще есть самая индукция, индукционный ток и катушка индуктивности. И это изобилие разных индукций начало сбивать меня с толку, и я подозреваю, что это происходило и со многими из вас. И задача этого ролика состоит в том, чтобы разобраться, почему в школьном учебнике о магнитном поле до сих пор говорится как о магнитной индукции и как возник сам этот термин. Вообще говоря, в переводе на русский язык слово индукция означает наведение. Электростатическая индукция – это когда мы подносим заряд к незаряженному проводнику, и на поверхности этого проводника наводятся электрические заряды. Электромагнитная индукция – это когда переменное магнитное поле наводит вихревое электрическое поле. Но что же наводит вектор магнитной индукции? А может быть он сам чем-нибудь наводится? Электрическое поле характеризуется в учебнике его напряженностью. И это понятно. А вот магнитное поле почему-то характеризуется какой-то непонятной магнитной индукцией. Причем само слово индукция здесь вообще никак не объясняется. Но ведь это как-то нелогично, правда? Почему двум схожим физическим величинам даны такие разные названия? В большой российской энциклопедии написано, что сам термин магнитная индукция появился в физике в связи с явлением электромагнитной индукции. Но я должен прямо сказать, что это неправда. В действительности этот термин был введен знаменитым английским физиком Джейнсом Клерком Максвеллом при описании не переменного, а постоянного магнитного поля. Максвелл исходил в своих построениях из очень своеобразной, я даже сказал бы удивительной картины. Он считал, что существуют два разных магнитных поля. Первое поле он называл магнитной силой, мы говорим о нем как о магнитной напряженности, и он обозначал его буквой H. А второе поле он назвал магнитной индукцией и обозначал его буквой B. Обычно, чтобы показать различия полей H и B, рисуют поле постоянного магнита. Снаружи оно для обоих полей одинаково, а вот внутри магнита устроено по-разному. Поле B это поле катушки с током. Эта идея восходит к конре-мари-амперу. А поле H выглядит так, как будто на одном торце магнита собраны положительные магнитные заряды, а на другом отрицательные. Автором этой концепции является еще один французский ученый Симеон Денипуассон. Здесь мы можем сказать, что гипотеза ампера в итоге восторжествовала, а вот название напряженности магнитного поля закрепилось за полем H, которое в современной электродинамике считается вспомогательным. Но это еще не объясняет нам, почему истинное поле B называется магнитной индукцией. Может быть дело в том, что это поле наводится электрическим током? Да, это так. Но картина, которой руководствовался Максвелл на каком-то этапе своих исследований, выглядит еще интереснее. Насколько я это себе понимаю по некоторым его комментариям из трактата об электричестве и магнетизме, он считал, что катушка, по которой пропускается электрический ток или постоянный магнит, непосредственно создают вокруг себя магнитную силу H. А эта магнитная сила проявляет себя тем, что она намагничивает другие тела. Если внутрь катушки с током поместить железный стержень, то он сам под действием магнитной силы H тоже намагнитится. И про эту намагниченность Максвелл говорит, что она наведена или индуцирована магнитной силой. А теперь самое главное и удивительное. Похоже, что Максвелл считал, что таким образом намагничивается не только железный стержень, но и само пустое пространство. Так что в нем появляется магнитное поле B, которое вроде бы ничем и не отличается от поля H, но оно все-таки другое. Эти поля связаны друг с другом. И эта связь отражена в таком удивительном физическом термине, как магнитная проницаемость вакуума. Мне кажется, что смысл этой картины не был понятен до конца и самому Максвеллу. Хотя написанные ему равнения были правильными и работали. Однако эта картина уже не имеет никакого отношения ни к современному школьному, ни к вузовскому учебнику физики. И никто не понимает ее первоначального смысла. Все это похоже на муравья, который миллионы лет назад попал в смолу. А эта смола потом затвердела и стала янтарем. И таким образом он сохранился до наших дней. А в наши дни физики давно уже определяют и электрическое поле, и магнитное поле по той силе, с которой эти поля действуют на заряженную частицу. Эта сила называется силой Лоренца и записывается в виде f равняется q на e плюс q умножить на векторное произведение v на b. Если частица в данной системе отчета покоится, то второе снагаемое равно нулю, и мы говорим о том, что на частицу действует электрическое поле e. А если частица движется, к первому слагаемому добавляется второе, перпендикулярное как скорости частицы, так и направлению магнитного поля b. И ни о какой магнитной индукции говорить в такой картине совершенно не требуется. Нормальные университетские учебники, такие как Берклеевский курс физики или Феймановские лекции по физике, перешли на этот язык уже более полувека назад. А термин магнитная индукция упоминается в них только в примечаниях, как пример странной устаревшей терминологии. Так что будем надеяться, что еще через полвека этот термин исчезнет и в школьных учебниках. Субтитры создавал DimaTorzok